Друзья, если мы внимательны к людям, которые рядом с нами, к нашим близким с вами, то мы прекрасно знаем, чем же сделать им приятное в наших взаимоотношениях. И жена знает, что когда она показывает подлинное уважение к мужу, то муж от этого расцветает ему хорошо рядом с женой. Муж знает, что если он вечером ее выслушает, рассказ о прошедшем дне, то она тоже будет спокойна и рада, и ей легко будет, ей будет хорошо. Вот Иоанн Златоуст, чью память мы сегодня празднуем, говорит, что есть вещь, которая очень приятна Богу в наших с ним взаимоотношениях. В взаимоотношениях между Богом и человеком есть то, чем мы можем сделать Богу приятным. Он пишет, что «Ничто так неприятно Богу, как душа признательная и благодарная». Златоуст пишет «Ничто так неприятно Богу, как душа признательная и благодарная». И о благодарении, о благодарности очень много можно говорить, я скажу лишь один момент, что даже наша главная служба, литургия, Евхаристия, переводится с греческого Евхаристия как «благодарение», и в сердцевине Божественной Литургии перед причастием священник вместе с нами молится и благодарит Бога за все, что Он для нас сделал. Не потому, что Богу нужен почет, или слава, или уважение от нас, а потому, что мы для этого созданы. Бог дает нам свою жизнь, свою любовь, свои блага в подарок. Но нормальный ответ на подарок – это спасибо, это благодарность, это теплое чувство признательности за дары. Вот я остановлюсь на другом моменте, на очень тоже коротком и важном для нас, о котором Златоуст в проповеди о благодарности упоминает. Он говорит, что если у вас вы что-то просите и не получаете, просите и не получаете, просите и никак это вам не дается, в общем-то банальная вещь, но мы про нее забываем. Златоуст говорит, что и здесь нам надо Бога поблагодарить. Не забывайте, говорит он, конечно, когда все хорошо, когда получилось, когда случилось чудо, когда еще что-то произошло по вашим молитвам, конечно, здесь мы, само собой, Бога должны благодарить. Но даже если не получилось, нам тоже нужно благодарить. Златоуст говорит, что если вот это что-то, что не получилось, это по воле Бога, то есть вы искренне просили, все сами сделали, что от вас требовалось, но Бог решил вам этого вдруг не давать или повременить с этим, то в этом есть большая радость. Потому что Бог, когда сверху смотрит на нашу жизнь, Он видит, когда нам нужно продать квартиру сейчас или через год, когда нам нужно мужа себе найти сейчас или вообще не найти, может быть, потому что Он видит всю нашу жизнь. Нужен нам ребенок или не нужен сейчас, нужен или потом, нужна ли эта болезнь даже или не нужна. Помните, когда апостол Павел просил три раза Бога, чтобы он его исцелил от чего-то, там мы не знаем, убрал какую-то скорбь из его жизни. Просит, 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 а потом Бог ему отвечает и говорит, эта скорбь, она тебе полезна будет, она тебя спасет от гордости, от того, что ты слишком много будешь про себя. Говорят, ну что такое там, да, если вы почитаете, вспомните, то есть тебе, я вижу сверху, я тебя знаю, знаю твое сердце и знаю, что тебе для счастья нужна эта болезнь. Представляете, как это страшно и странно не звучит. Тебе для счастья нужна эта скорбь Павел. И Павел говорит, я три раза просил, я услышал ответ, я больше не прошу, спасибо Господи. То есть мы с вами, даже если, резюмируя, не получаем вроде бы ответа на молитвы, возможно отсутствие ответа это и есть ответ. Так что и за это мы должны Бога благодарить, всегда должны благодарить. И наверное не зря именно этот фрагмент, я вот у меня целая книжка, тут да, вот такие классные отрывки из Златоуста, И именно этот отрывок сегодня попался мне, потому что мы сегодня празднуем перенесение мощей Иоанна Златоуста. Умер он где-то у нас там в современной Абхазии в ссылке, ужасно больной. Умер не дома в постельке, а на перегоне, потому что его с одного места ссылки пешком гнали в другое место ссылки, а он уже был страшно болен. И там в Каманах, в местечке он умер, именно оттуда потом, с почетом уже, когда все вернулось на свои круги, его перевозили, как бы тело его обратно в Константинополь, где была его кафедра. Но когда он умирал, после причастия, последние слова Златоуста, вы наверное знаете, это были слова «Слава Богу за все». Преданный, оклеветанный, сосланный, лишенный средств к существованию, лишенный, просто вообще паства своей, лишенный всего, оболганный, страшно больной. В тяжелой ссылке на пути из одного города в другой он умирает. Он говорит слова «Слава Богу за все». Это его последние слова. Давайте будем об этом помнить. Златоуст не просто писал, да, вот мы читаем сейчас, да, прошло там сколько уже, там полторы тысячи лет, это он не ручкой писал, да, какие там люди за ним записывали проповедь, тысячу раз потом переписывалось, потом это все перевели на русский. Вот тут выбрали отрывочек, я вам открыл, прочел его, рассказал про благодарность. Но мы, читая его житие, понимаем, что он не просто разглагольствовал, он отъявил вот эти слова, он оправдал своей жизнью. Он сказал ужасно тяжелый момент жизни, он сказал «Слава Богу за все». И за хорошее, и за якобы плохое на самом деле, за важное нам, и даже и за плохое. Тоже спасибо, Господи, потому что Ты страдал невинно в этой жизни. А что нам-то требовать? Подумаем об этом, не забывайте, что у нас идет запись на большой-большой марафон, называется «Путешествие к Пасхе», мы хотим все вместе собраться. Как когда-то мы изучали вместе литургию, и в принципе большинству понравилось, и было здорово, так и сейчас, вместе, если Бог даст, хотим провести Великий пост каждый день, встречаться, короткие пятиминутные видео, раз в неделю задания, тексты в русском переводе на каждый день. Вообще попытка наполнить пост Великий смыслом. Вот он начнется через пару недель. А как мы будем проводить? Обычно мы с трудом его проводим, и сперва вроде идет так хорошо, когда там у нас каждый вечер Великий покаянный канон, как-то все так романтически, романтично, и мяса вроде не сильно хочется. А потом начинается суровый будний, рутина. Свадьба кончилась, медовый месяц тоже, началась жизнь, и нам надо здесь найти в этом смысл, в этой рутине найти смысл, понять, для чего нужен пост, и найти в нем радость. Вот именно поиском радости и наполнением поста смыслом мы будем заниматься на этом марафоне. Ссылку я оставляю, как обычно, в комментарии, обязательно присоединяйтесь. И увидимся с вами, надеюсь, на этом марафоне. Он уже за неделю до поста начинается, с 19 февраля, если Бог благословит. До свидания.